Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня наткнулся в магазине на пиво, которое в таких вот ностальгических бутылочках. Ну и непременно я решил взять. Правда, нашел всего два вида. Первое у нас пиво темное пастеризованное, жигулевское, ржаное. Производитель ООО «Лицкое пиво» Республика Беларусь. Второе у нас пиво светлое пастеризованное, жигулевское, просто. Тоже лицкое пиво. Очень помню давно эти бутылки. Раньше, помню, были белые, зеленые и коричневые. В детстве такие бутылки мы сдавали и покупали себе всякую фигню. Такую, как спички и жевать. Правда, покупалось оно все вместе. Честно, цену сейчас я не помню, а чех я, к сожалению, не брал. Первое я, наверное, попробую просто жигулевское пиво. Крышка без ничего, без всяких надписей. Все как в Советском Союзе. Интересно, будет ли здесь много газов или нет. Закрывается тоже прекрасно. Обычное светлое пиво, ничего в нем нет. Ну и, соответственно, темное. Кто давно подписан на мой канал, знает, что я любитель больше темного пива. Темное пиво я всегда беру. Люблю его. Ну, да. Цвет у него, конечно, слегка карамельный. Не сказать, что прям темное-темное. Так, жигулевское у нас светлое. Вода подготовленная. Солод светлый, пивоваренный, ячменный. Специальные солода. Хмель гранулированный. СО2 экстракт хмеля. Вот, в принципе, и все. Спасибо за то, что объем 0,5. И в светлом у нас плотность 13%, алкоголь 5,5%. Итак, запах. Ну, запах очень даже приятный. Оно очень сильно напоминает далекое-далекое жигулевское, которое было даже и в 2,5 литрах, но было довольно-таки хорошим. Попробуем. Да, пиво очень довольно-таки плотное. Оно не пьется, как вода. Газа здесь слишком сильно и не преобладает. Да, вкус у него очень... По вкусу напоминает очень-очень старое пиво, жигулевское, которое было раньше. Сейчас, к сожалению, такое не производят. Теперь темное. Точнее, уже производят. Спасибо Республике Беларусь. Темное пиво, конечно, слегка как-то спиртовым, что ли, немного пахнет. Сколько у нас здесь? Состав. Вода подготовленная, солод светлый, пивоваренный, ячменный, мука ржаная, солод ржаной, ферментированный, хмель гранулированный, CO2, экстракт хмеля. Ну, состав, конечно, у них слегка отличается. Но что-то я не вижу здесь ни плотности, ничего. Так, содержание этилового спирта 5 мл в 100 мл пива. Ну, да. Содержание этилового спирта 25 мл в 0,5. Ну, вы можете 25 мл спирта налить в квас и получится вот такая вот крепость этого пива. Ну, сами можете примерно угадать, как это будет. Жаль, кстати, плотности здесь не написано. Хотя, ага, 11,6 плотность, она у них здесь. Как я уже сказал, в запахе улавливается немного спирта. Попробуем. Вкус у этого пива темного, он довольно-таки мягкий. Нет ярко выраженного вот этого жженого солода, что очень даже интересно. Это, можно сказать, лайтовое темное пиво, как по мне. Ну, да, здесь не добавлен ни карамельных мель, как обычно в темном пиве есть, и ничего такого. Поэтому особого жжения стандартного темного пива вы здесь не найдете. Но, как я уже сказал, довольно-таки легкое темное пиво и очень даже приятное на вкус. Наверное, еще раз запах. Ну, сейчас немножко постояло это пиво. В запахе уже не улавливается тех спиртовых ноток, которые в начале, как вы только нальете его. Но, все-таки, пиво, конечно, в меру газированное. Но, довольно-таки, неплохое. Брать или не брать, решать, конечно, вам. Возьмите, попробуйте, если найдете вдруг такое пиво. Я же говорю, мне как ностальгическое, поэтому я почему-то сразу, как увидел его, руки сами за ним потянулись. Мне, в принципе, зашло и то, и то. Светлое, очень даже неплохое. Как я уже сказал, напоминает далекий вкус именно жигулевского пива, которое сейчас, к сожалению, не производят. По темному пиву. Очень легкое темное пиво, без ярко выраженных жженых ноток. Так что, друзья, я, скорее всего, это пиво еще возьму себе. Довольно-таки, неплохое. Мне оно понравилось. Наверное, в следующий раз можно даже побольше. Правда, цену, жалко, я не помню. Друзья, я попрошу вас, если у вас есть такое пиво, может, вы напишите цену в комментариях, сколько оно стоит у вас. А я, соответственно, потом еще раз съезжу за этим пивком и посмотрю, какие цены у нас. И, соответственно, в комментариях мы это сравним. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.